Хотел сделать скринкаст про размещение сайтов на Апспот, но понял, что это невозможно без рассказа про Google Cloud. А что такое Google Cloud? Это все. Все, что есть у Google в области разработки работы с Big Data, серверных вычислений, машинного обучения и так далее. И все это, собственно, в одном месте и представлено как услуга. Ну то есть в лучших традициях Google. Хотя не так просто, как обычно у Google. Для доступа к Google Cloud Platform, сокращенно GCP, вам ничего особо не нужно, кроме аккаунтов Google. Вам даже деньги не нужны, но, к сожалению, только в течение 90 дней. Поскольку на триальном периоде Google вам дарит 300 долларов на все сервисы и услуги. Как получить эти 300 долларов? Да никак. Они просто появляются у вас на счету после регистрации. Раньше, кстати, треальный период был год и при скромных запросах 300 долларов на этот год хватало. При регистрации нужно указать номер карточки. Это проблема для жителей России, но выкрутиться можно. Не знаю, как отреагирует Google, если вы укажете, что место жительства у вас Россия. Не стал экспериментировать, указал Литву. Но аккаунт у меня российский и это про каналы. Так что если с регистрацией будут проблемы, используйте VPN на всякий случай и какую-то нейтральную страну. Карточку он запрашивает, чтобы вас верифицировать. Денег не списывает. Ну, до доллара. Но у меня списал ноль. Когда триал закончится, он тоже не начнет списывать автоматически, а заморозит ваш аккаунт до подтверждения, что вы готовы переходить на платный. Заморозка длится месяц, потом аккаунт удаляется. Вот он предлагает то, что может вас заинтересовать на старте. Все по 16 долларов. Вот, например, предустановленный WordPress, полностью готовый к работе. Тут описание того, за что он берет столько денег. Все это можно собрать самостоятельно и если я вдруг соберусь сделать продолжение по Google Cloud, я, наверное, этим и займусь. Но просто попробую для примера на чистый сервер поставить WordPress и сделать сайт. Думал уложить это в один урок, но понял, что нет. Там много нюансов. Предупреждая критиков, что дорого и на виртуальном хостинге это делается в один клик, скажу, что да. Но Google Cloud это не про виртуальный хостинг. Это про вот это вот все. Даже не надеюсь описать все сервисы, которые тут есть. Например, он сюда автоматом подтянул чат-боты, которые я делал в Dialogflow. Поскольку это тоже сервис Google и можно предположить, что он тоже входит в Google Cloud. Так, ну и давайте мы уже что-то сделаем, раз мы здесь оказались, а именно арендуем сервер, ну или виртуальную машину, как она называется здесь. Нужно активизировать Compute Engine API и собственно Create Instance. Создать экземпляр объекта. Называем имя сервера, регион, место размещения. В данном случае у вас есть. И тип машины. Ну то есть параметры. Процессор, оперативка. Сейчас у нас один виртуальный процессор и 4 гигабайта оперативки и стоит это 28 долларов в месяц. Соответственно, чем слабее, тем дешевле. Чем быстрее, тем дороже. Это предустановленные сборки. Есть уклон в сторону процессора или оперативки. В зависимости от ваших задач. Есть такая вот сборка E2 Micro. Вообще стоит 8 долларов в месяц, но есть нюанс. В описании Google Cloud сказано, что ряд сервисов на самых низких параметрах входят в категорию «Всегда бесплатно». Ссылку на эту таблицу оставлю в описании. И вот виртуальная машина E2 Micro относится к их числу. Правда размещаться она должна только в трех зонах Орегон, Айова и Южная Каролина. Поэтому если выбрать, скажем, Орегон вот здесь и оставить E2 Micro, то по идее это должно быть вообще бесплатно. Утверждать не буду, не пользовался, но почитал комменты и вроде работает. Смущает, конечно, что он не пишет фри, а все равно пишет 7 долларов, но попробовать стоит. Причем он обещает бесплатно 30 гигов диска, а в стандартном тарифе тут их 10. Так что можно даже диск нарастить. Правда диск должен быть вот такой вот, стандартный. Если кто-то пользовался, напишите в комментариях, работает ли бесплатный тариф. Включаем HTTP и HTTPS и стартуем сервер. Прошло меньше минуты и у нас свой сервер в Орегоне. С 90 процентной уверенностью можно утверждать, что бесплатный. Которому уже есть доступ по СССР. Но об этом как и обо всем остальном я расскажу в следующем видео, если оно выйдет. Решайте это вы своими лайками и комментарием. И немаловажная особенность – Google Cloud невозможно заблокировать по требованию Роскомнадзора. Но только вместе со всем гуглом, а это маловероятно. Хотя бы по этой причине к нему стоит присмотреться повнимательнее. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните – в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.